Ну вот сейчас первые кадры. Подходим к комиссарам Московского. Потом мы сделаем видос. Прошу вас, спасибо. Отлично, отлично, отлично. Приветствую, ветеранов. Здорово. На камеру оргкомитет. Это Малинский Гена просил, мне пришли. Я думал, где-то что-то. Ну ладно. Вот он, оргкомитет. Вадим Константинович у нас главный представитель всего. Все нормально, все нормально. Ну ладно, проходная. КПП командование решило на территорию никого не пускать. Поэтому все мероприятия будут проходить здесь. Здесь митинг возле самолета, открытие монумента. Вот такая вообще картинка. Конечно, то, что командование воинской части не разрешило пройти на территорию училища, это большущий минус. Потому что многие хотели увидеть и учебные корпуса, где учились, где преподавали. Хотели посмотреть бывшие выпускники на свои казармы, где провели долгие пять лет обучения. Ну, есть как есть. Проходная теперь за решеткой. Не то, что в былые времена. Чтобы подойти к проходной, надо подойти еще к решетке. А потом уже придешь туда ворота. Можно чуть-чуть за ворота взглянуть, что там на территории находится. Проезд без остановки запрещен. Вот и все. Вот она территория. Продолжаем продвигаться по территории. Смотрим знакомые лица. Пока еще не видим. Ну что, на плацу не будем строиться? Да туда гладить пускай. Нашу факультету дадим дубинец. Вот монумент, который будет открываться. Там к Якушу надо подойти. Да. А я вот прям перед этой иголкой. Привет, Валера, привет. Дай на камеру. Генка просил. Я на него-то и работаю, на Малинского. Он говорит, там Валера будет. А я знаю, там Богословский будет или нет. Я постоянно же с ним связываюсь. Ну давай, пойду. Валера, я... Ну вот такой же. Да здороваюсь, пойдешь. Да, да. Добрый день. Здравствуйте. Привет, Саша. Ты что-то совсем... Дай на камеру, на Рокс. Там Малинскому Генке отправить. Хочу видосик сделать. Кому? Малинский. А, ну, конечно. Вот. Ну и потом туда, в Ютюб, надо будет разместить. Там у них тихо, в Айлине? Нет, у них хорошо. Деньги платят. Так, вот здесь уже построение кадетов. Готовятся они. Нет, а у нас 70 человек. Так, вот здесь кого-то ты тут увидишь. Здорово. Я вас, Мус-друг, передам как раз. Ха-ха-ха. Друг. Приветствую. Малинскому привет, передайте. А, Генна, привет. Я увидел твою фотографию с Шерманом. Вы встретились через 30 лет. А он же приезжал. Да. Поэтому приветствую тебя. Всего самого доброго. Более. Более. Красиво. Тебя давно совсем не видел. На даче не видел. На костылях отлежал. И опять набрал. Если будешь по пролетарушке ходить, то ты его увидишь. Нет, да я с ним на даче сталкиваюсь. Я сбросил сорт. А ты нормально. Вот я тебя. Был. А сейчас опять что-то набрал. Ну, мы с восьми здесь сходим. Чемпион. Да. Без палочки, без ничего. Это я. Привет. Привет. Малинскому привет передай. А где он? А он там в Америке. А-а-а. Вы просили снять, понимаешь. Привет Америке. Всего доброго. Сама. Вот такие вот картинки со встречи. Встречаются, поднимаются, вспоминают друг друга. Федор очень-очень. Коля, Коль, Коль. На камеру дай снять тебя. Я с тобой хочу снять. Давай. Вдвоем. Вот так. Еще один старый сослуживец. Фор, мог смотри? Ну, это, ну, у нас здесь, скажем, что я. Я не знаю. Привет. Снимаемся. Привет. Ты где сейчас противник? Пока вот и там, и там. Ну, сейчас там будет. Ну, давай. Увидимся. Кого хотел увидеть? Тебя. Хорошо. На июль. Какие ребята. Я и господин. Дроны летают, музыка гремит Выпускники по катам стоят Звучит музыка Звучит музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, пожалуйста. А что у тебя за штука такая страшная? Да я Гену Малинского снимаю. Скажи Генке пару слов тебе. Малинский. Малинский? Гена, держим кулаки за твое здоровье. Волнуемся, переживаем, но уверены, все будет окей. Я по-американски сказал окей. Вот так. Хотя я их не люблю, этих американцев. Нет, ну он не америкос, он все равно наш. Нет, какой-то день, а с тобой в тоску до предела. Наш разведок. Наш разведок. На своем моем голосе. Спасибо. Привет. Ну да, конечно. Сегодня больше не выставок. Конечно, ты в зимней форме одежды, тебя просто так не узнаешь. Не узнаю. Пару кадров. Внимание, улыбочку. Валера Данилов. Пожалуйста. Боевой товарищ. Да. Сейчас будет там выдвигаться. Бил там танк стоит? Кто? Танк стоит. Ну, конечно. Панорамка митинга. В честь столетия училища в сквере на улице Комиссара Московского. А вот и Оксана пришла на мероприятие. Сейчас я просто здесь, знаешь, что жду? Вот сейчас вот тот танк поедет, видишь? А вон впереди, вроде, транспортер. Он повезет ленту. Эту ленту вот здесь он подъедет сюда, вот в проходной, остановится, ленту возьмут курсанты, понесут туда памятника возлагать, который открывал. Ну, я уже походил, поснимал тут всех, увиделся, поздоровался со всеми. Сарожуковского и Юрия Алексеевича Гагарина. Город Воронеж. А все из Танбола. Ветераны, я вас спою, В лесу святые ваши раны, В лесу закрыли нас в бою, Наш поклон, низкий ветеран. Неважно, кто солдат, кто генерал, В каждой небо измены и обратно, Нам того наш мир нам не встал, Что и есть на свете ветераны. Ветераны, Святая Родина и долг, Ветераны, Вновь стоит член в уголке, Ветераны, И никогда не рвется нить, Ветераны, Ветераны, Возьмем вас за всем просить. Солнце будет сильнее с каждым днем, Могнистки клачут на поляна, И плавит небо свет огнем, В память получедших ветерана, Пусть завтра будет не очень прост, Мы зальем на брата по сто граммов, И под ними самый хороший гост, Ваша честь сегодня ветераны. Ветераны, Святая Родина и долг, Ветераны, Вновь стоит член в уголке, Ветераны, И никогда не рвется нить, Ветераны, Просим вас за всем просить. ПЕСНЯ Великая страна, дорогие наши ветераны, подрастут муча до коврины, и от вас научатся победа, не боятся правильные львы. И учили барышки и деды, ветераны, святые Родина и полк, ветераны, вновь стоящие в полк, ветераны, никогда дарятся не идти, ветераны, Просим вас за все прости, ветераны, попрошу за все прости. Аплодисменты ветеранам военно-воздушных сил и прославленного училища, которая сегодня объединила 2937 человек, стоящих в строю и присутствующих на этом празднике. Дорогие товарищи курсанты, курсанты разных поколений, Нас объединяет самое трепетное и высокое чувство любви, почтения и почитания родного училища. Курсанты, мы встретились снова, мы вновь на Тамбовской земле, и здесь, возле дома родного, прошедших не чувствуем лет. Опять мы как будто вначале стоим над красавицей тьсной, Пусть годы промчались, судьбы нам не надо другой. И наше курсантское братство пусть крепнет во веки веков, Бесценное наше богатство, закон нашей жизни таков. Мы клятвы своей не забудем, мы вечно ей будем, Верны. Мы были, мы есть, и мы будем курсанты великой страны. На голову не садите. Доброе утро! Субтитры субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» 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 Нам не разрешили прийти, но тем не менее наши души, наша память объединены одним чувством понимания, что здесь мы становились на крыло, здесь мы взрослели и становились специалистами. Итак, почетное право открыть юбилейный памятный знак, посвященный 100-летию Тамбовского высшего военного авиационного инженерного ордена Ленина Краснознаменного училища радиоэлектроники, предоставляется почетному гражданину Тамбовской области, председателю регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области, Владимиру Николаевичу Кареву, командующему ВВС, под которым мы служили долгие годы, заслуженного летчика, военного летчика, академика Аэрокосмической академии, генерал-лейтенанту Ключенку. Я с чувством особого трепета говорю и называю имя выпускника училища, генерального директора НПК Техмаш, доктора технических наук, члена корреспондента Российской академии наук, лауреата премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, генерала Владимира Николаевича Лепина, выпускника училища, лауреата Государственной премии Российской Федерации, заслуженный работник бывшей школы, доктор технических наук, профессор, генерал-майор Конуркин Валерий Алексеевич. Я прошу в этой торжественной церемонии принять участие Марину Алексеевну Подгорнову. Она представляет и, Дмитрий Александрович, вы представляете вечно любимый город, стоящих здесь тысячи людей. Итак, дорогие друзья, прошу вас приступить к самой ответственной работе, тем более с вами будет участвовать еще один выдающийся наш земляк, почетный гражданин Тамбовской области, один из лучших друзей Красного Воздушного Флота, Александр Анатолий Михайлович Сафонов. Итак, внимание, начинается торжественная церемония открытия памятного знака. Все, кто участвует в этой акции, пожизненно несут ответственность за сохранение этого знака и поддержание здесь такого чувства любви и поклонения училищу. Вы готовы на такие условия? Прошу. Прошу. Продолжение следует... 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 Дорогие выпускники, позвольте от вашего имени выполнить один священный ритуал, без которого мы не можем сегодня обойтись. Училище приняло другие формы, нет его как такового с первоначальным названием, но есть его знамя, под которым вы прошли замечательную учебу и службу. И я думаю, будет вполне справедливо сегодня знамя вашего училища передать навещанное хранение в музейно-выставочный комплекс Тамбовской области, где оно будет храниться и где всегда можно посмотреть на него и прикоснуться сердцем к истории своего училища. Я думаю, Игорь Алексеевич Николаев, сам полноценный представитель вашего училища, примет это знание и будет за него ответственным таким же, как мы за этот мемориал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, я понимаю, что именно этот великий символ будет помогать очень многим нашим детям, внукам и правнукам, нашей молодежи выбирать правильный вектор жизни, служить Отечеству. На ратном поприще. И вот примеры безупречной службы показали тысячи людей. Сегодня среди почетных гостей выпускник училища, комсорг, которого все знали и любили, как Колю Дерябина, замечательного комсорга, великолепного человека, а сегодня он уже имеет отчество. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, забудем об Алексеевиче. Просто Коля Дерябин. Николай Алексеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые товарищи, друзья. Конечно, волнуюсь, ведь одно дело, когда я привык к микрофонам, к ним тяжело привыкать. Это не то, что к бокалу, который мы сегодня все будем держать в руках за столетие нашего училища. С чего хотелось бы мне начать? Дорогие друзья, тысячи, тысячи людей мы на священной тамбовской земле произносили слова священной присяги. Здесь, в Тамбове, в нашем родном училище, мы получили первое офицерское звание. И потом, что бы мы не заканчивали, вузы, академии, академию генерального штаба, мы знаем только одно, что первым лейтенантским званием мы обязаны нашему родному училищу. И хотя сейчас не принято ссылаться на классиков, я хочу сказать, что чем определяется содержание школы, Владимир Ильич Ленин говорил, всецело и исключительно с содержанием состава, ну, допустим, не лекторов у нас, а полностью профессорско-преподавательским, инструкторским составом и нашими любимыми командирами и наставниками, которые сделали из нас офицеров в полном смысле этого слова. Я знаю, что выступить хотят очень многие, но временем мы ограничены. У Валентина Пикуля есть замечательные слова. Я не могу их не произнести, их всего четыре строчки. Они стояли вдоль бортов. И суровый балтийский ветер завивал ленточки без козырок вокруг их загорелых шеи. В строю стояли смелые и трусливые, честные и бессовестные, искренние и самоотверженные. Но сегодня их объединяло одно гордое слово – экипаж. Нас с вами на всю жизнь объединяет гордое слово выпускники Тамбовского авиационного училища. И направляясь сегодня сюда, президент клуба военачальников генерал армии Гуликов говорит, обязательно, хоть и не существует училище, но мы награждаем его высшим знаком отличия клуба военачальников Российской Федерации – маршальская звезда. А началось с того, что, я говорю, все, что есть в училище и сегодняшний юбилей, мы обязаны одному еще интереснейшему человеку. И хотя мы знаем, каждый солдат мечтает о маршальском жезле, но в клубе военачальников маршальского жезла нет, но есть маршальская звезда, и ею награждается Игорь Алексеевич Николаев. Поэтому позвольте выполнить почетное поручение и передать восхищение и благодарность и поздравление от командующего ВВС Вадима Константиновича Андреева. Мы сегодня разговариваем с ним, он и говорит – это хорошее училище. Нет, Николай, это отличное училище, лучшее в военно-воздушных силах. Просто чуть-чуть награждается знаком маршальская звезда за заслуги Тамбовская высшая военно-авиационная инженерная ордена Ленина, Краснодарное училище радиоэлектроники ТВАТУ, ТВАИУ, за многолетнюю качественную подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для военно-воздушных сил страны и в связи со столетием образования училища. Игорь Алексеевич. А вот второй. А вот второй. Игорь Алексеевич волнуется, это надо же. За активную гражданскую позицию и большой личный вклад в организацию военно-патриотического воспитания на истории и боевых традициях вооруженных сил Тамбовского все-теречисленные училища и в связи со столетием его образования президент клуба военачальников и генерал армии Куликов Анатолий Сергеевич. Нет, это я уже не вернусь. Показать, показать. Поручено вручить. С праздником, друзья! Спасибо. Я думаю, что все это будет передано в фонд музейного источного центра Тамбовской области, где живет удивительно, сохранилась память нашего училища. Кстати, на Тамбовской земле в разные годы было 17 военных училищ. Сегодня чьей-то недоброй волей все они распущены. И мы сумели увековечить название этих вузов вот здесь, на памятники во славу офицеров Отечества. Это единственный памятник России, где трепетно хранится память о профессии мужественной и суровой Родину защищать. Дорогие друзья, я хочу попросить подойти к микрофону сразу двух человек, выпускников. Я прошу подойти к микрофону выпускника училища, лауреата Государственной премии Российской Федерации, заслуженного работника высшей школы, доктора технических наук, профессора, генерал-майора Конуркина Валерия Алексеевича и прибывшего с огромной делегацией, с дружественной, дорогой наш, нам белорусской земли, делегация, которую возглавляет Владимир Валерьевич Сергеев. Пять мужчин рода Сергеевых, выпускники этого училища, а шестой продолжает учебу в летном училище. Вот так надо хранить. Друзья, вот кому аплодисменты, это вот этим гренадерам, которые стоят, гренадерам и в полном смысле слова, и в науке, и в век отечеству, и так далее. Ваши аплодисменты и ваше слово. Дубинского, других командиров рот, Максимова Михаила Моисеевича, Поташников, Аннатолия Сергеевича и ряда других офицеров, которые вложили в нас истинную любовь к нашей профессии, к нашей форме одежды. Спасибо нашему училищу, Спасибо нашему городу Тамбову, что он принял нас, и мы были всегда родными в нашем городе Тамбове. Слава нашему училищу, слава нашим военно-воздушным силам. Ура! Техники работают, трудятся 397 лауреатов Ленинской государственной премии, заслуженных деятелей искусств, докторов наук, крупных ученых, инженеров, выпускников этого училища. Ну и я думаю, что многие стоящие здесь тоже приложили к этому руку. Итак, слово белорусской делегации. Добрый день. Засчитываю памятный адрес министра обороны Республики Беларусь. Дорогие начальники, командиры, преподаватели, ветераны и выпускники училища, уважаемые товарищи, поздравляю вас со столетним юбилеем Тамбовского высшего военного, авиационного, инженерного училища радиоэлектроники, военной безопасности союзного государства. И будучи верным священным традициям, поколения победителей проводят огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В присутствии всех, кто принимал участие в этом строительстве, мне хотелось бы вручить паспорт памятного знака в ознаменовании столетий Тамбовского высшего военно-авиационного и инженерного ордена Ленина Краснознаменного училища радиоэлектроники, выполненный в граните. В виде курсантского погона он стал символом выдающихся заслуг училища в деле обучения и воспитания курсантов подготовки офицерских кадров для военно-воздушных сил страны. Инициатор создания памятного знака Региональное отделение Российского военно-исторического общества Тамбовской области Николаев Игорь Алексеевич, архитектор Аркадий Яковлевич Фарба, выполнен творческим коллективом Тамбовской военно-мемориальной кампании, возглавляемый генеральным директором Зайцевым. И памятный знак создан при финансовой поддержке АО «НПК Техмаш», возглавляясь генеральным директором Лепининым и выпускников училища разных лет. Позвольте вручить вот этот памятный знак. Игорь Алексеевич, я здесь. Уважаемые ветераны, командование, совет ветеранов, профессорско-переподавательские составы и коллектив военно-учебного центра военно-воздушных сил, военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина искренне и сердечно поздравляет вас с юбилеем Тамбовского высшего военного авиационного и инженерного ордена Ленина Краснознаменного училища радиоэлектроники. История училища является составной частью истории России и ее вооруженных сил. Эх, наш дружный экипаж, мы-то слышим пилотаж, заводи самолет на взлет. А над Россией юно небо синее, и вот-то светлая мечта. Нас ждет далекий край, прости, земля, прощай, даем шканталь и от винта. А над Россией юно небо синее, и вот-то светлая мечта. Нас ждет далекий край, прости, земля, прощай, даем шканталь и от винта. А над Россией юно небо синее, и вот-то светлая мечта.